Вы знаете, сегодня случилось следующее. Я проснулась и вот все в мыслях о том, какие же горные вершины я смогу когда-нибудь покорить. А тут оказывается, что есть скоростное восхождение. И просто прогулка. Да, и даже этот вид спорта, между прочим, у него есть название, это скайранинг. И есть профессионалы, которые получают медали. Мало того, да, у нас в Челябинске живет такая спортсменка, член сборной России по скайранингу. Зовут ее Наталья Нищрет, и мы сейчас с ней выйдем на связь. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вы находитесь уже где-то в лесной местности. Где вы? Да я на лыжной базе на северо-западе. Тут так просто зарядка. А, то есть вы вышли размяться? Ну да. Расскажите, что это такое за направление, что такое скайранинг? Скайранинг – это одна из дисциплин альпинизма. Как вы уже сказали, это скоростные восхождения. Ну, в целом, все. То есть, получается, это забеги в горах. И основная задача – забежать на какую-то вершину. Ну, это так, если кратко. Ну, а если все-таки углубляться, тут требование какое? Больше на дистанцию или на то, чтобы уклон был максимально резким, высоким? Ну да, тут, получается, достаточно сложные технические требования. То есть должен быть определенный уклон. Обязательно, желательно, это должны быть высшие вершины региона. Раньше было требование еще по абсолютной высоте над уровнем моря. Но сейчас это требование убрали. И география стартов расширилась. Сейчас старты проводятся и в Норвегии, где, в принципе, практически нет высот выше 2000 метров над уровнем моря. Забеги проводятся в Шотландии. И для России тоже получилось, что больше возможностей можно проводить забеги на Урале. Ну и вы вот одна из сильнейших спортсменок в этом виде. Расскажите, где вы принимали участие. И про свои победы, естественно, хотелось бы услышать. Ну, с карайнингом я занимаюсь с 2013 года. И это получилось, ну, относительно случайно. Я прибежала. Я вообще ориентировщица изначально. И прибежала, мне понравилось. Захотелось поездить по стартам. Съездила в Саяны, на Алтай. Получилось. Попала в сборную России. И после этого съездила в Европу. В Европе тоже получилось. И в какой-то момент я поняла, что мне нравится бегать именно технически сложные забеги. Когда не только бег, но есть сложные скальные горные участки, где решает не только физическая сила, а скорее больше координация, ловкость. И, ну, наверное, какое-то еще есть качество. Потому что именно с физической силой оно никак не коррелируется. Наталья, а вот засчитывается, когда вы именно на верхушку забежали, или надо и вверх, и вниз сбежать? Разные. Дистанции очень разные. У нас вообще есть дистанции, где ты забегаешь только на вершину. Есть, где ты забегаешь вверх-вниз. Есть, где там три вершины нужно собрать. Ну, то есть тут в зависимости от дисциплины. А вообще, да, получается, нету строгого правила. То есть, например, вертикальный километр. Это у нас дисциплина тысячи метров. Нужно вертикально вверх пробежать и финиш на вершине. А есть марафоны, например, мы сбегаем на горы, а потом с этой горы сбегаем вниз. Но надо ведь тренироваться. Где вы проводите свои тренировки? Ну вот, видите. Ну это уровень, чем в городе. А вообще, какие горы вы здесь, на Урале, для вас наиболее подходящие для тренировок? Ну, к сожалению, у нас на Урале очень пологие горы и не очень высокие. И поэтому тут получается просто поддерживать себя в форме, а тренироваться приходится именно выезжать куда-либо. И у меня получается тренироваться в течение сезона. То есть я выбегаю на старт. Это, можно сказать, моя весной первая тренировка в горах. И так в течение сезона. Именно поэтому к концу сезона у меня получат результаты, потому что я хоть как-то в горах бываю. А в Челябинске, к сожалению, у нас очень мало возможностей для этого. Но при этом я горы люблю вообще всем сердцем. Ну а вот сборная России где тренируется, когда вы вместе на сборах? У нас, к сожалению, нет такого, как в других олимпийских видах спорта, потому что наш вид не олимпийский. И мы выезжаем, если на сбор, то это вот в этом году была неделя перед чемпионатом Европы, но непосредственно уже перед стартом. И как бы там уже нет смысла тренироваться. Там основная задача – это просто вот уже подготовиться к старту. А так каждый тренируется там, где может, там, где хочет. То есть нас как-то не направляют в этом случае. Мы сами самостоятельно действуем. Ну что ж, спасибо большое вам, что вышли с нами на связь. Хорошей вам зарядки. Да, отвлекать от тренировки и новых достижений, новых спортивных решений. Спасибо большое. Спасибо. Наталья Нечерет, член сборной России по скайрайнингу, только что нас заразила буквально своей любовью к бегу и к горам. И оптимизмом. Мы прямо сейчас поговорим об уникальной терапии, которую проводят здесь, в Челябинске. Все подробности в нашем следующем материале. Продолжение следует...